Информация о исполнении поручений руководства предмария данных на личных приемах граждан посредством прямого телефона, телефона поверия и в ходе передачи лицом к лицу, транслированной на местном телевизионном канале за 4-й квартал 2014 года. За 4-й квартал прошлого года руководством предмария были приняты на личных приемах по прямому телефону, телефону доверия в ходе передачи лицом к лицу 464 заявителя, из них в ходе личного приема 331 по прямому телефону 18, по телефону доверия 7, в ходе прямого эфира 108. Из общего количества наибольшее число обращений поступило по вопросам социального характера, количество которых остается наиболее высоким до 165, коммунального хозяйства 140, жилья 31, законности и охраны правопорядка 39. Из вопросов коммунального хозяйства, благоустройства и города, для санитарного состояния 43, обращения теплоснабжения и газоснабжения 16, ремонт дорог 20, водоснабжения 8, другие вопросы коммунального хозяйства 53. По вопросам жилья, из которых строительство, эксплуатации, ремонт государственного и общественного жилищного фонда 18, индивидуальное жилищное строительство 7, другие вопросы жилья, газоснабжения 6. По вопросам землюхознабжения поступило 22 обращения, вопросам законного строительства 5, по вопросам торговля 11, вопросы транспорта 4, вопрос образования и здравого хранения 5, вопросы трудоустройства и оплаты 2.6, вопросы паспортного режима и прописки 4, вопросы законности и обеспечения правопорядка 25, другие вопросы 56. Из общего количества граждан, обратившихся на приемах, лавиды составляет 66, 68 человек, пенсионеры 139, многодетные 7 и 15, матери и одиночки 8, участники Великой Отечественной войны, и лица приравнены к ним 6. Из общего количества обращений рассмотрены и решены положительно 210, даны письменные и устные разъяснения 197, обосновано отказано 17, информация также будет вам представлена, даны промежуточные ответы 23, внесены в план работы на 2015 годы, и остается на дополнительном контроле 17 поручений. сняты с дополнительного контроля, как исполнены 13 поручений из них. Ремонт подъезда в жилого дома номер 48 по улице Штепа Чалмари, ремонт кровли над квартирой 26 жилищного дома, жилого дома 48 по этой же улице, ремонт водосточной системы номер 10 по улице Йота, установлена металлическая калитка и ограждение балкона в квартире 22 жилого дома номер 3 по улице Хуньева, ремонт кровли над квартирой 58 и 59, и над козырьками входов и подъездом жилого дома 92 по улице Болгарской, завершен ремонт ступени к подъезду номер 3 дома 65 по улице Тудор-Владимиревску, также выполнены ремонты отмостки жилого дома 97 по улице Вечебал, ремонт кровли над местом общего пользования подъезда номер 1-162 по улице Болгарской, восстановление исправного функционирования водоотводящей системы и замена козырька над балконом квартиры 17, жилого дома 22 по улице Йорка, ремонт отмостки в местах разрушения, также ремонт подъезда дома 113 по улице Харагешево, ремонт входных ступеней к подъезду номер 2 дома 73 по улице Достоевского, выполнен также демонтаж газбордера на внутридомовой территории жилого дома 45 по улице Киевской, согласно условиям Белцгаз, установлен козырек над входом во втором подъезде тома номер 16 по улице Штефан-Челманова. Из общего числа обращений было направлено на исполнение в управление муниципального хозяйства 140, управление муниципальной собственности земельных отношений 22, управление архитектурой и строительства 20, юридическое управление 9, управление социального обеспечения и защиты семьи 165, фонд муниципальной поддержки населения 33, главный финансовое управление 40, управление образованием молодежи и спорта 10, служба здравоохранения 10, общий отдел 8, в архивную службу 1 упрощение, в управлении местных налогов и сборов 1 упрощение. По телефону доверия за 3 месяца отчетного периода было принято 7 обращений, из них о законности размещения в жилом доме игровых автоматов, о помощи в оперативном лечении глаз, о выдаче премиальных законных плата на одном из муниципальных предприятий, об неправомерных действиях председателя ГСКР-2, в частности открытых противопожарных ворот, и также поступило 4 предложения на ходе публичных слушаний по бюджету. На местном телевидении за октябрь-декабрь месяц проведено 10 передач лицом к лицу, и всего от телецентра поступило 108 обращений. Спасибо. Вопросы? Главное, по нерассмотримым срокам для этой ситуации? У нас по заявлениям, по петициям граждан и по обращениям в ходе различных, имею ввиду прямого телефона, приема граждан, у нас все идут сроки. По запросам информации? Тоже вносили в суд. Почему я вижу решение судов, что у нас обязаны выделять информацию, которую мы не выделили срок? Это победитель было или обращение? Попетициям у меня нет. Обращение граждан. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.